Между Максимом Галкиным и Гариком Харламовым разгорелся скандал. Совершенно недавно на первом канале состоялась премьера нового шоу Максима Галкина «Звезды под гипнозом». Известный юморист Гарик Харламов не смог сдержаться и с критикой высказался о шоу. Никогда не комментировал и не давал оценку передачам на других каналах. В силу разных соображений есть откровенно удачные и откровенно неудачные, проходные и культовые. На днях я увидел то, что не вписывается ни в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Галкин и все участники, и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах. Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Человек щелкнул пальцами и мгновенно ввел пять человек, включая Глызена в глубочайший гипноз. Заставляя всех показывать Человека-паука. А спустя сорок минут, низ того звездеца, никто из них якобы ничего не помнил. Ну пожалуйста! Я все понимаю. Эфир, развлекалово и так далее. Но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача звезды под кайфом? Звезды на Луне? Звезды в плену? Звезды какают? Мне кажется, формат «Звезды что-то» уже исчерпал себя. Надо искать новые горизонты. Хотя и так сойдет. Жду гневных комментариев от защитников под гипнозом. Написал Гарик. И эти комментарии не заставили себя ждать. Слова Гарика задели Максима. И он решил ответить юмористу. Я польщен вниманием Гарика. Я никак не хотел своей новой программой задеть тонкую душевную организацию и зазнисить перед ним, как телезрителем, ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах, считает Галкин. Впрочем, Максим, отказавшись от сарказма, все-таки заверил, что все происходящее в программе далеко от лицедейства. И звезды действительно находятся под гипнозом, что бы кто ни говорил. Мы были готовы, что шоу вызовет споры, потому что многие моменты выглядят действительно невероятными. Но представьте себе, чудо бывает чудом, а не постановкой, отметил Галкин. В итоге Харламов возмутился таким ответом телеведущего, который перешел на личности. Уважаемый Максим, я понимаю ваше негодование из-за моего комментария о вашем новом шоу, но заметьте, в отличие от вас, я не приходил на личности и не поднимал вопрос о вашей душевной организации, заявил Гарик. В конце концов, Харламов пожелал Максиму дальнейших успехов, назвав его замечательным артистом, но, к сожалению, о его шоу он совершенно противоположного мнения. А вы какого мнения о данной передаче и об этой перепалке в соцсетях? Пишите ваши комментарии, нам будет интересно, если вы поделитесь с нами своим мнением. Благодарю вас за просмотр! Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч! До новых встреч!